Ну что, девчонки и мальчишки, всем привет-привет. Чуть получше голос, да? Ну так срывается тоже. Ничего не пьёт. Слушайте, я бросила пить вообще всё. Я бросила пить. Вот так сказать. Слушай, даже до кролика я бросила пить. Все лекарства вообще оставила, только витаминки, комплевит. Я чёрн пьёт. Всё. Заколебалась, правда, ничего не помню. У меня есть эти все леденцы с сосалкой, с эвкалиптом, с шалфеем. Но бесполезно, они на какое-то короткое время помогают, и всё. Сейчас мне подали хорошую идею. Завыпь ещё одно лекарство. Посмотрим, поможет или нет. Что правда может быть. Ну, так сказать, оно, конечно, от одного. Но возможно, что поможет от другого, от горла. Хотя там вообще две несвязанные вещи. Ну, посмотрим. Хучу не будет. Для профилактики тоже можно. Ну ладно. Так, Вася у меня ушёл за очередным ведром. Зорьки заказал. Там уже вот сколько я эта ведёрка использовала? Там 750 грамм. Ну, или миллилитров. Короче, вот столько осталось в ведёрке. Ну, это практически, даже меньше, наверное, на донышке. Короче, сейчас второй раз на ночь на маске. Я два раза в день мажусь полностью. Так, ну, и знаете, я сейчас ходила, ходила, думаю, сейчас-ка я сяду, что-нибудь девчонкам как хорошее скажу. Опять я тут в своих планах всех определилась, да. Ну, там всё такое, думаю, девчонкам. Обсужу вот это всё, обсужу. Ничего себе не делали. Вот я говорю, я мазалась. Что-то я сегодня опять проснулась, опять это сильно кожу стянула. И поэтому я целый день валяюсь. То есть я намазанная, как это, медузой вот так лежу на кровати. Ирис, иди сюда. Ну, естественно, полезную информацию. Руки-то у меня свободные, полезную информацию. Смотрю, Вася, да, я тут всё, что можно было. Заказ я только сейчас сделала. Вот, думаю, что-что-что приготовить, не знаю. Девчонки, вот убейте меня, хочу пирожок. Хочу пирожок, знаете, какой? Делали раньше по бедности такие пирожки. Когда маргарин, мука, ну, я масло, конечно, положу. Ну, тогда по бедности маргарин клали. Ну, даже не столько по бедности, сколько не было масла просто. Ну, и по бедности потом тоже. Ну, и, короче, вот песочное тесто, ну, для пирогов, такое вот, не дрожжевое, а как на кормке, типа. И туда картошки резаные, и лук просто, и всё. У меня ещё есть грибы, я ещё думаю, может, грибы добавить? Что-то Вася, что ли, говорит, Вась! А, да, точно, он, может, этот услышал, что я разговариваю. На камеру-то и притормозил, чтобы не заканчиваться, чтобы в кадре не мелькать. Не, ну, ты можешь мелькать, я видео-то записываю. Слышишь? Чего? Я говорю, я думал, ты приостановился, что я видео записываю. А, да. Не, ну, ты можешь выйти уже, ручонкой хоть помахать. Да, да. Привет, девочки. Взял, главное, в рабочей одежде пошёл. Чё, получил? Да. В рабочей одежде пошёл. Я контакт такой красивый, где-то это взял. Это рабочую одежду. Ну, наравну, как сказать, такой, на холода, на осень. Вот. И чё, чё я говорила-то? Короче, хочу пирожок. Не могу прям. Не знаю, сделаю-не сделаю. Но пачку масла поставила на этот. Надо растапливать. Чтоб мягко стало. Короче, ладно. И сегодня хотелось с этого дня хожу, думаю, вам вот такое всё вот хорошее чё-нибудь расскажу. Ну, вот хорошее чё-нибудь. Но. Села завтракать и сразу наткнулась, знаете, на чё на Ютьюбе. Я сейчас, конечно, не люблю делать рекламу, я не люблю вот этот день в качестве обсуждения, да. Я просто хочу сказать, да чего вот люди низко падают. Вот здесь вот прям с утра, я, конечно, не смотрю, но мне попался в этих рекомендациях. Незабудка, я даже не знаю, какая она там, незабудка, которая всё Нину засирает. Там, ну, вот эта сестра-ты. Вот я к ним, ко всем, да, к троим, вот не имею вообще никакого отношения. То есть мне вообще ровно, что у них там происходит. Ну, просто они вот есть про них, знаешь, и периодически в видео их видишь. Ну, в смысле, название, по названию смотришь, да. И вот я смотрю, она чё-то там дружеский шарж. Я думаю, ну, шарж, наверное, чё-то. Я эти не смотрела, как сказать, эти обзоры, обзоры, я их не смотрю. Ну, тут шарж, думаю, ну, чё-нибудь интересное придумала, наверное, дружеский. Ну, мало ли, да. Залезла посмотреть. Боже, собственно, я не знаю. Вот у меня такое создаётся впечатление, да, что она потом, пускай, чё хочешь, там, про меня говорит. Конечно, ей всё передадут, у нас зрители общие, да. Ну, вот такое впечатление, как будто в человеке вот долго-долго копилось дерьмо. Вот оно прям долго копилось, вот всю жизнь. И вот сейчас у неё появилась возможность его вплюзнуть. И, знаете, вот этот фонтан, он не заканчивается. Как вот он никак не заканчивается. Я не знаю, даже вот, ну, я не знаю, ну, правда, честно, я не понимаю, чем там пойдёт, что она такая, она мать троих, и чё? И чё, что она мать троих детей? Как это, знаете, она рожает детей, дурное дело, не хитро. Мать троих детей. Вы же не спрашиваете там, как она их воспринимает, что там с этими детьми, как они там по слунке ходят, все такие. Ну, вот, ну, то есть это, знаете, мать, это не аргумент. Мы все мать. Все. Но это не даёт права, знаете, вот это вот, вот это вот, всё вот это вот. Ну, как на вентилятор бросать. Кошмар. Вы знаете, прям вот это вот уродство, оно завораживающее. Ну, смотришь, да, и думаешь, ну, ты в какой момент остановишься? Ну, вот, вот, вот куда ещё, ещё куда ниже, вот ещё куда ниже, ещё куда. И комментарии потом пришло. То есть я в этот, как сказать, смотрел, когда она его только-только выпустила, и рано проснулась. То есть там буквально ещё комментариев-то, они ещё не настоялись. Потом зашла посмотреть, думаю, а что ей напишут, интересно. То есть это был дружек Ешарс на маму Наташу, да. Я говорю, уж насколько, ну, как бы сказать, ровно до мамы Наташи там вообще, ну. У меня к ней нет никаких ни претензий, ни чувств, ни вообще, ни там, ни по-хорошему, не говорила. Нейтрально. То есть нейтрально абсолютно, да. Ни хорошее, ни плохое, я ничего сказать не могу, никак не обсуждаю это, да. Чтобы так изобразить человека, знаете, это вот, ну, блин, я не знаю, я правда, я не знаю. Её, и потом зашла в комментарии, пишет, а, ты молодец, там так прям талант актрис, слушайте, это не надо так обижать актёров. Это даже не клоун, это даже не клоунад, потому что клоун – это когда смешно. Пускай это по-детски какой-то наивный юмор, но это когда смешно, клоунад, да. Клоун – это профессия тоже. А это даже, знаете, даже вот не шут. Я даже не знаю, как это назвать. Даже скоморохи, и то они висели, ну, как-то, как сказать, у них смешно как-то развлечение какое-то, да. И ты просто вот реально, вот хочешь помыться после этого вот всего, вот посмотришь, да, и думаешь, боже, как же тебе бедную жизнь-то по это самое, да, перехошу в 10-е, сейчас вот это вот всё прям. О-о-о, думаю, каши, то есть, знаете, как-то так настроение даже испортится. Мне не стало обидно за Наташа, мне, ну, как бы не… Все мы можем попасть под этот вентилятор, как бы, как… Вот людям, которым зарабатывать не на чем, даже она показывала, не забудь-ка, своё там… Знаете, я тоже как-то видела там, ой, сделала ремонт. Ну, я как, ремонт меня интересует, я пошла смотреть ремонт в коридоре, да. И вот, значит, смотрю, она, ну, вот ремонт, ну, вот мои тумбочки, вот мои коты, вот мои вот… То есть, понимаете, и просмотров мало, то есть, людям, ну, как бы, неинтересно. То есть, сама по себе она какую-то информацию, как бы, подать, что ли, не умеет, не знает, что рассказать. Ну, не знаю, короче, как объяснить вот этот финал. Я не буду обсуждать, ну, вот, не как-то, как-то так. Грустненько всё, ну, ремонт, ладно, ну, что, ну, вот тумбочка, ладно, стоит. Ну, кошачьи лотки стоят, ладно, всё, всё, ремонт. А как бы, когда не знаешь, как было раньше, поэтому, ну, как бы, и тоже не очень интересно. То есть, не показано ни до, ни поузы, вот ремонт, и всё. Ну, ладно, сняла и сняла, как бы, неинтересно. То есть, своё, получается, у неё неинтересно, когда она снимает. Гораздо интереснее, когда она начинает на кого-то, там, срать, вот люди объединяются. Давай, ату её так, их вот это, понимаете. И она даже сидит, она вот этому радуется, и она не понимает, что её, как собаку цепную, вот, её, говорит, травят, травят просто. Она, давай, ты их давай, и она не понимает, что в какой-то момент она всё-таки перегнёт, и ей за это прилип, ей прилетит не тем, кто травит её на это, ей прилетит за это. То есть, она либо где-то под статью попадёт, вот за это, вот за всё, ну, либо просто морду набьют. Ну, вот так вот, поймут, у кого-то нервы сдадут и просто морду набьют. То есть, не те зрители, которые ей говорят, а-а-а, давай, молодец. Ну, настроение, конечно, испортилось. Я даже не знаю, почему, я говорю, не то, что мне там за Наталью или за Нину обидно, или ещё что-то, ну, как-то, вот, знаете, вот, как будто в какашку, на самом деле, я, конечно, тоже слишком много времени этому уделила, но это вообще кошмар. Хотела ещё сказать про этот, кто мне говорит, да, я буду говорить, про Танюху буду говорить, Танюха – это мой дружочек, про Танюху буду говорить даже не в качестве рекламы, потому что я говорю, как бы, Танюха в рекламе не нуждается, у неё зрители больше, чем у меня, подписчикам, поэтому Танюха в рекламе не нуждается. Татьяна – это и на Ютьюбе, и на Дзене, кто её смотрит, у неё понемногу обо всём. Она в Испании живёт, значит, там рассказывает, да. И вот тоже у неё тут несколько дней назад, но она уже сама рассказала, она мне, конечно, рассказала раньше, когда только эта ситуация случилась, ну, и попросила никому не говорить, но, естественно, я, как бы, это её информация. Но она её уже рассказала, я могу порекомендовать только зайти на её канал, посмотреть. Ой, как же называется у неё видео? Ну, короче, увидите. Важное объявление, что ли, как-то так она назвала ролик на Дзене на Ютьюбе, да. Что-то такое, внимание, про мошенника. Короче, вы увидите, как... Ну, то есть, вот она тоже, Слава, да, в связи с чёрным пиаром. Слава нашла своего героя, блин. Какая-то там, я не знаю, умница или умник, или кто создал... Вот эти дипфейки сейчас создают искусственным интеллектом. Представляете, создали какую-то мошенническую... Ну, там вот конкретно, может, я уж пересказывать не буду. С её лицом, с её, как бы, вот её ролик взяли, представляете, переозвучили. То есть, как будто она говорит вот эту рекламную информацию. Но сделали только одну ошибку, главное, все поверили, пока не увидели руки. Все, кто её... Ну, человек, который её не знает, допустим, просто зрители, они на это не обратят внимание. А те, кто её знают, в ролике сразу увидели руки не её. То есть, они ошиблись в одном. Они сунули туда не те руки. Ну, и... А человеку не следует, что он откуда знает, да? Ну, мало ли кто обратит... Мало кто обратит внимание на это. Я, как, допустим, человек, всегда обращающий внимание на маникюр, то есть, для меня это такая фишечка, да? Я бы увидела вот это. Ну, то есть, сразу бы обратила внимание, что это не танюхи на руки. А кто-то, вот знаете, вот кому-то маникюр параллельно, так он и не заметит вот это. Ну, короче. Зайдите, посмотрите, как это всё сделали. И она опубликовала, ну, ролик, как это всё, да? Кошмар! Ага, сам ролик она в этом опубликовала. Как его называют? В телеграм-канале своём. Ну, у неё там тоже ссылки на телеграм-канал. Всё, ну, короче, капец. Я так, блин, я говорю... Это вот как раз на фоне, да, как удивлялись, как вот Ларису Долину вот подставили с этими квартирами. С квартир, да, вот Ларису Долину. Тоже, о-о-о! Вот оно! Ну, и кажется, да? Ну, как там, Ларису Долину, ладно, там с... Как сказать? Где-то что-то... Ну, всё равно, наверное... Всё равно у людей возникают сомнения, да? Ну, можно было, наверное, как-то её определить всё. Когда тебе твоего человека вот так вот показывают, и ты смотришь, и ты видишь, что это она. То есть вообще не отличить. Короче, там такую аферу, ну, как сказать, выманиваю у неё денег тоже. Не по этому, типа, сейчас мы вам расскажем, как заработать. Ну, присылайте мне денежку. Ну, то есть вот, ну, посмотрите, сама она вот. Она, конечно, уже... Мы что с ним, мы с ней посовещались. Я говорю, ну, а что делать-то? Я говорю, давай чеши. Она мне вечером позвонила. Я говорю, с утра чешу по этому. В полицию. Она почесала в полицию. Ну, и там вот. Дальше уже найдутся. Всё, там уже за такие дела там хорошо, ну, за жопу берут. Вот. Не знаю, чем дело закончится, когда там найдут чего-то. Они тоже, конечно, не быстрые, но они найдут там бы... Причём там номер телефона-то оставлен. Я говорю, что совсем, что ли? Ну, по которому там звонить, вот это вот чё, я говорю. Где-то странные люди. Ладно, неважно. Ну, короче, вот зайдите, посмотрите. Интересно, как вот с каждым из нас могут вот так вот сделать, да, представляете? Поэтому не верьте, девочки, никому вообще вот так. Даже по идее, да, раньше вот там... Ну, допустим, у родственников, да, тоже там денег перехватить или ещё что-нибудь там, закинь мне на карту, да, там. Говорят, ну, ты позвони, и ты не веришь, что тебе это, что по голосу, да? То есть голос можно проверить. Ой, подделать. Теперь, значит, видео включи. То есть, понимаете, и видео уже сейчас могут подделать. Видео включить. То есть пока вот так вот носку носу не встретишься к человеку в реальности, да, с человеком вообще никому доверять нельзя. И уж вообще никаких переводов, ничего не об этих денежных, никаких ни оплат, ничего не делай. Короче, с этим вообще прям аккуратней, поосторожней. Не знаю. Это куда-то, куда мир катится у нас. Вот как тут не нервничать, а? Сейчас ещё психанула. Сид там какая-то умница в комментариях. Сейчас я по комментариям. Это на Дзене комментарии, да, я не могу, меня прям бесит. Знаете что? Я вас смотрю три года. Сейчас я прочитаю. Я вас смотрю три года. Не хотите привести себя в порядке. Я в порядке. На данный момент, вот насколько возможно, я в порядке. Я говорю вам, дай бог, вот чтобы вот это вот. Единственное, что хотели. Вот насколько могу, вот, настолько прикрываю. Поэтому я считаю, что я в порядке. Подписчиков чуть-чуть уважайте. Давайте так, уважайте хоть чуть-чуть автора. Да? Тоже. Прежде чем требовать уважения к себе, уважайте автора. Чтобы вот таких вот претензий не писать. Учитывая состояние. А уж раз вы смотрите три года безвылазно. И знаете то, что происходит. Я понимаю, что новый бы зритель пришел и сказал, что это такое. Я зашел, вот он как этот тетка остреплен. И это был бы один разговор. Но когда говорят, я вас смотрю там постоянно, вас там за несколько лет. И вот такой вот. Это что за претензий? Вы не знаете, что происходит? Или что? Что у нас случилось такое? Где ваши глазки? Что за претензий? В этом. Мою косметичку. Во-первых, мою косметичку я показываю не для вас, а для себя. Перетряхиваю, я перебираю. Перебор моей косметички идет. Это во-первых. Во-вторых, если вы меня смотрите три года, я вам 150 раз уже сказал. Вот даже не 150, а миллион раз сказал. Краситься я буду не для вас, не для мужика, не для выхода, не для еще, а для кого-то, а для себя. Вот когда мне торгнет, вот тогда я накрашусь. Вот захочется мне вот что-нибудь накрасить. Вот так, знаете, тяга к искусству у меня. Благопрошусь рисовать. Рисование. Вот я себе что-нибудь нарисую. А пока не проснется, значит, вот я буду такая Аляна Тулей. Смотрите на такую. Раз уж вы смогу... Раз уж... Уж поперхнул за это возмущение. Хочется вам глазки подкинуть? Еще раз, я говорю, хочется вам... Если человек какой-то... Ай, не... Вы зачем смотрите три года, если это не эстетично? Вот вы три года смотрите, я три года не крашусь. Прикол в чем, скажите мне? Ну вот в чем? Вас, что же, приговорили, я не знаю, цепями как-то, я не знаю, приковали к этому каналу. Идите туда, где красятся. Ну идите, вам покажут, как накраситься, чего накраситься, какую причесочку сделать. Как, знаете, с утра проснулась, она такая... Ах, когда блогеры снимают, вот она такая... Глазки открыла, и она уже вся подкрашена. В постели начинают снимать. Я уже говорила, и она уже вся накрашена. Понимаете, вот она проснулась, и она такая потянулась и пошла украшать мир. С вечера это снимают, не с утра. Это снимаются... Я еще в испании снимала, как обманывают зрителей. Это снимают с вечера. Понимаете, выставляют определенный свет, как утренний он получается. На рассвете она такая проснулась. Потому что ни одна тетка после определенного возраста не проснется с лицом, который можно сразу показать. Это должно какое-то время пройти, пока оно в берега свои войдет, знаете, умыться там, кофе побить, пока глаза на место встанут, там вот это вот все, волосы в себя придут, прическа уложится. Никто вам не будет с утра показывать такое-то все. И страдания такие же показывают. Знаете, вот она сидит вот, одна сидит, рвет там, у нее морда красные шары на стол вылезли, все, уже она сидит, плачет, страдает, да. А вторая вот сидит, страдает, и у нее прямо вот на ее кукольном личике, вы так знаете, хрустальная слеза потекла. Такая вот у нее такие страдания. Не бывает так, девочки. Ну не бывает. Ну не бывает. Ну это в кино бывает такое. Хочется вам таких страданий смотреть или там что-то каких-то, ну в кино, пожалуйста. Вам же не кино здесь показывают. Все, сколько раз говорят. Это реально из каждого, из роликов ролика я вам говорю, это реально жизнь. Кому не нравится реальность, добро пожаловать в мир, иллюзия. Кинематограф. Все. Все, ладно, тут уже ответили. И там все, да-да-да-да-да-да. Кому да-да-да, я говорю, я никого не задерживаю. Девочки, не надо говорить, что я не уважаю, я уважаю зрителей своих. И подписчиков своих. Но уважаю тех, кто имеет уважение ко мне. Я не так, что знать. А ну-ка, давай-ка нам вот это вот сделай. А ну-ка, давай-ка слушай. А ну-ка, давай-ка вот это. Давай, ты должна, ты не должна. Еще раз повторяю. Все, что я должна, написано в налоговом кодексе. Все, что не должна, в уголовном. Все, все остальное на мое усмотрение. Дальше на ваше усмотрение. Вы хотите смотрите, хотите не смотрите. Поэтому как-то держитесь себя в руках. Нет, да, я призываю подписываться. Да, мне нравится, когда подписываются. Да, мне нравятся добрые комплименты. Там какие-то слова хорошие. Да, мне нравится. Потому что я нормальный человек, но адекватные мне нравятся, когда ко мне по-доброму. Когда ко мне по-доброму, тогда я говорю спасибо вам большое. И я сейчас говорю спасибо большое всем за добрые комментарии, советы, какие-то комплименты. знаете, кому там какие-то, не знаю, конспирологию какую-то хочется там развить, какие-то детективные сюжеты, кто кого с кем спит. Я говорю, ну это чисто, я их оставляю. Сейчас уже раньше не было. Сейчас вот вылезу. Я, видимо, из блока вытащила. Чисто поржать. Ну мне-то тоже надо где-то развлекаться. Ну я же в таком почитала, хикнула, думаю, ладно, нормально. А именно вот такие, знаете, вы не уважаете, вы должны сделать вот так, вот такие вам ничего не важно. Вот конкретно причем не говорите, еще раз повторюсь, не говорите за всех. Говорите за себя. Я вас смотрю, вы меня не уважаете. Вот так. А не то, что вы не уважаете своих подписчиков. Почему-то другие подписчики понимаю, что в такой период, да, вот у меня у самого, правильно, мне вчера написали, что он мне не то, чтобы астачертел, у меня вот здесь вот этот халат. Но, к сожалению, я даже лифчик надеть не могу. То есть я вам сейчас честно, откровенно, вот я даю, тоже могу, а лифчик не могу, потому что вот здесь вот, а пояса вот эта вот вся кожа вот тонкая, очень больно. Не, я могу, но это очень больно. И пока вот это вот все не сойдет хотя бы, не улучшится, я буду ходить вот так вот, прятаться, все вот так вот, чтобы вам титьками тут не трясти, вот это вот все, понимаете. Вот и все. Капец, что за люди, я не знаю. Лишь бы свою какую-нибудь, вот это вот, вот это вот, вот вам легче от этого становиться, или чай? Вы должны нам, вы должны. Ни хера вам никто ничего не должен. Никто ничего вам, вот вам конкретно, не должен. Вы нам должны. Нет, мы вам не должны. Все, что мы должны, мы платим через мой налог. Ну, или кто-то там так отчисляет. Вот это мы должны. Вот это мы все, у нас все оплачиваем, по крайней мере, у большинства. Дальше, на наше усмотрение. То, что мы показываем, поэтому контент разный. Контент кто-то показывает, как он там в грязи сидит, кто-то стройками занимается, кто-то там кулинарит на кухне. Контент у всех разный, у кого-то вот такой, у кого-то причёсанный, приглаженный, у кого-то реалистичный, кто-то в носу ковыряться сидит. И уже ваш выбор, смотреть или не смотреть. Никто не... Вот вы пришли на канал, допустим, к кулинарии, да? Нет, вы должны вот здесь сплясать. Вот вы когда готовите, вы почему не пляжете? Вы не уважаете своих подписчиков. Вы же должны в припляску это всё делать. Пританцовывая, там, притопывая, да? Жарить мясо. Вы почему этого не делаете? Потому что нам вот нравятся такие... Если вам нравится приплясывать, вам на другой канал не пляшут. Вот это же просто элементарно. Это же просто вот такие логичные вещи. И я не понимаю, почему вы-то этого не понимаете. И опять скажут, что я ругаюсь. Я злая, да. А потому что не надо злить. Потому что вы сами сначала нарвётесь, а потом сначала... Она нам ответит. Да, я вам ответила. Ну а сколько можно молчать-то? Да. Всех периодически прорывают. Ибо нихер. Сидеть тут и рассуждать, кто кого уважает, кто кого не уважает. И вы меня тоже не уважаете. Вот вы такие комментаторы, вы меня не уважаете. В данном конкретном случае вы относитесь без уважения к моему состоянию. Там, допустим, к голосу. Ещё к чему, к болезни. Вы меня не уважаете. Вот и всё. А те, кто меня не уважает, я не задерживаю. Вы можете идти. Все свободны. Вот и всё. Короче, блин, я не могу здесь зверище с утра. Капец. Не забудь. Вот реально, вот бывают жабы такие на белом свете. Не забудь, как ты жаба. Вот че вот я сам... Клянусь, вот никакого отношения к человеку не было. Да, ну фу, прям. Фу, какашка какая. Я не могу. Она потом может... Вот девчонки, может всё донести даже. Может что угодно потом пойти там говорить. Вот это вот, да. Из её рта даже вот не... Как сказать? Не... Не авторитет она, так сказать. Что-то, знаете, прислушиваться к чему. Она там, пускай, она себе лишнюю копеечку, может, заработает. А вот это же она... Ну прям не могу, прям фу. Вот есть у меня... Я не обсуждаю людей. Нет. Не за глаза. Поэтому я ей говорю, может ей прям вот так сказать. Что там же напишешь комментарий, она же удалит. Удалит. Вот. Поэтому я ей говорю вот так. То есть имею право сказать? Не имею. Вот она хочет... Вот. На. Фу. Фу. Как её зовут там? Таня, не помню. Таня, фу. Не надо. Вот прям днище. Серьёзно. Вот прям вообще дно. Не... Да я говорю не в качестве заступки за кого-то, да. Но вот это вот прям фу. Это не актёрское мастерство. Это... Это даже не народная самодеятельность. Это просто фу. Да. Ну это моё мнение. Как хотите, да, конечно. Все кричат, мы имеем право на мнение. Я тоже имею право на мнение. Все не согласны, поэтому с бан. С моим мнением. Вот так вот. Ну серьёзно, реально. Девочки, и не надо мне, что там мать троих детей. Не надо аргументировать матерью троих детей. Кто кого... Чё там, знаете. Мы прошли все разные дороги. Все у кого-то было плохое, у кого-то было хорошее в жизни. И с родственниками ругались, и мирились. Все дрались с сёстрами, и там все. И наследство все делили. И чё только не было. Это не повод. Чтоб вот так вот сидеть и срать друг на друга в интернете. Вообще не повод. Это вообще фу. Это фу. Просто. Конкретно. Такой, знаете, фу. Всё. Сегодня суббота. Я сегодня вырубилась. Ну а чё поделать? Бывает. Бывает и такое настроение, девочки. Бывает. Вот я говорю, вроде проснешься. Украшать мир. А мир-то тебя. Хоп. И другую сторону показал. Уже не буду выражаться. Просто другую сторону показал. Ладно. Так уже много, долго не возмущалась. Быстренько. Быстренько возмущусь. И вот пойду. Дальше. Делать, не делать. Пирог фиг. Сделаю, наверное. Плевать, чё-то надо сделать. Уже потому, что мы сейчас с Василии сидели. Заказ выбирали. Дядьки, раньше мы выбирали заказ. Знаете, ну не раньше заказ, допустим, там. А раньше там в магазин пойдёшь, что купить? Там соку, квасу. Там лимонаду какого-нибудь, да. Ну по молодости там. Ну нет, редко так было, что там пиво. Он как и работал на пивозаводе на Балтике здесь. Периодически приносил пиво, которое мы не пьём. Ну то есть ящик приносил, по баночке выпьем и не пьём. Ну то есть я не люблю его как-то не пили, короче. Или раздавали, или продавали. Ну то есть, ну такой бизнес, короче. Вот. А сейчас сидим, да. В заказе выбирает. Я ему говорю, кричу там, я говорю, ряженку тебе там, какой-нибудь котык заказывай. Он говорит, нет, вот кеферу бы я выбираю. Слушай, как два пенсионера, да, взять и ряженку. Не, мне бы кефирчик. В итоге заказала два снежка и две ряженки вот такая с клубника. Пенсия в глаза смотрит. Всё, девчонки, всем пока-пока. Держите себя в руках, ведите себя прилично. Не, не, ну как сказать. Это лишний раз, знаете, как улыбнись тому, кто сидит в пруду. Вы не ждите, что вам будут улыбаться. Хорошо относиться там, как-то хорошо отвечать на комментарии. Если вы будете вот так с вами. Улыбнитесь. Улыбнитесь тому, кто сидит в пруду. Ну всё, пока-пока. Увидимся. Улыбнитесь. 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 Продолжение следует...